Здравствуйте! Новостная палитра дня в сюжетах наших корреспондентов. В студии Арина Николаева. В начале коротко о главном. А честные сооружения есть или их все-таки нет? Водная инспекция проверяет стоки крупных гипермаркетов. Это из месяца в месяц повторяется. В 2014 году мы им выставили около 2 миллионов штрафа. Ну, я не знаю, о чем думает руководство. А честных сооружений на сегодняшний день в СССР нет. Творческий поединок. Молодежь показала 200 ярких номеров на региональном этапе студенческой весны. Конечно, порадовали традиционно представители оригинального жанра. Интересные новые формы в танцевальном направлении представлены. Ну, и вокалисты тоже не отставали. Детсадовцы с вопросами ветерану. 90-летний участник Великой Отечественной войны рассказывает малышам об испытаниях на фронте. С этими котелками шли, наливал, кушали. Это было, как правило, ночью только. Потому что они не могли днем приехать. Все расстреливалось. Что не проверка, то штраф. Гипермаркет «Окей» на Западном в очередной раз рискует поплатиться за сброс в городскую канализацию отходов с превышением допустимых концентраций. В «Эдоканале» утверждают, что компания работает без очистных сооружений. В гипермаркете такую информацию опровергают. На чьей стороне «Правда» покажут результаты анализов стоков. Анна Глебова следила за проверкой. Очистными сооружениями здесь и не пахнет. Зато в воздухе витает сероводород. Его в стоках быть не должно. Только по этому показателю можно предположить, что водная инспекция выпишет гипермаркету «Окей» штраф более 100 тысяч рублей. Для компании такой вид наказания стал привычкой, вредной и для собственной экономики, и для экологии города. «Постоянные показатели, которые здесь встречаются, это сероводород, вещество запрещенное к сбросу, жиры, взвешенные вещества. Это из месяца в месяц повторяется. В 2014 году мы им выставили около 2 миллионов штрафа. Ну, я не знаю, о чем думает руководство. Очистных сооружений на сегодняшний день здесь нет». Сточные воды забирают на пробы. Обязательное условие – проверка должна проходить под наблюдением официального представителя компании. Своё имя назвать отказался. Сказал, что просто прохожий. Но уверил, что очистные сооружения есть. «Жироуловитель стоит. Песковоуловитель стоит». «А в каком состоянии ваше очистное сооружение?» «В смысле в каком?» «Очищается каждые два раза в месяц. Вывозится, утилизируется». «А почему тогда какие-то нарушения каждый месяц?» «Девушка, эти вопросы не ко мне». Как показал экспресс-анализ, температура и PH уровень в норме. Далее пробы воды пойдут в независимую лабораторию, где её проверят по ещё 37 показателям. Специалисты уверяют, очередной штраф видно невооружённым глазом. Анна Глебова, Максим Токтаров, Южный регион, Инфо. «Тотальный диктант» на одной из ростовских площадок прозвучит из уст нашего теле- и радиоведущего Эдуарда Раткевича. Он выиграл городской этап проекта «Открой рот». По правилам участники читают неизвестные отрывки из книг, которые заранее выбирают организаторы. Победитель получает право выступить в роли диктора на «Тотальном диктанте» и поехать на гран-при чемпионата в Москву. «Специально для Ростова были не пакеты, как там называли на мероприятии взятые, а кульки. Мы так называли кульки, и ты из этого кулька достаёшь книгу, где закладка, и читаешь. Вот сложность, естественно, в том, что ты не знаешь текста, ты никогда, может быть, эту книгу в руках не держал. Но был азарт, было очень интересно такие вещи читать». Текст, который предстоит читать перед аудиторией, Эдуард получит лишь за два часа до старта. Напомним, «Тотальный диктант» начнётся в Ростове 18 апреля ровно в 15.00. Желающих проверить свои знания по русскому языку ждут на девяти площадках города. Подробности на официальном сайте проекта. Лучших руководителей городов и районов области наградили в преддверии Дня местного самоуправления. Торжественная церемония прошла в Ростовском театре драмы имени Горького. Медали за доблестный труд на благо Донского края, знаков за милосердие и благотворительность, за безупречную службу, а также благодарственных писем губернатора удостоились работники администрации из разных уголков области. В видеопоздравлении глава региона Василий Голубев подчеркнул, что местная власть ближе всего к жителям, поэтому способна оперативно решать локальные проблемы. Каждый день, сталкиваясь с людьми, вы участвуете в их жизни. Каждый день, решая проблему, вы им помогаете. И они смотрят на вас с надеждой. Взаимодействие местной власти и жителей станет еще более эффективным. Этому способствует недавняя реформа системы муниципального самоуправления. Теперь экспертная комиссия избирает глав администрации городов и районов. Новый способ формирования органов власти начали внедрять с прошлого года. Его боялись, его пугались, но опыт назначения глав 32 районов и городов Ростовской области показал, что этот способ формирования работает. Он не вызывает ни у кого ни сложностей, ни, в общем-то, обоснованной критики. И на сегодняшний день позволяет в короткий срок эффективно сформировать работающие органы исполнительной власти. Все избранные по новой системе руководители имеют высшее образование. Кадровый состав стал моложе. Средний возраст главы – 51 год. Какие были ранения и что ели на фронте? Такие вопросы интересовали воспитанников детского сада номер 95 на встрече с ветераном Великой Отечественной войны. Спасибо за победу говорили и в стихах, и в песнях. Что такое день побед? Это значит нет войны. Они еще мало знают и о войне, и о победе. Многие из воспитанников детского сада номер 95 впервые получили возможность пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны. Какие были ранения, чем кормят на фронте – вопросы готовили заранее. 90-летний Григорий Черчимбалиев детям отвечает с готовностью. Вот с этими котелками шли, наливали, кушали. Это было, как правило, ночью только, потому что они не могли днем приехать. Все расстреливалось. Георгий Корнеевич попал на фронт ненамного старше своих собеседников. В 17 лет получил первое ранение. После – орден славы. Спасибо за победу детсадовцы говорили и в стихах, и в песнях. Подготовили даже танец. Такие встречи – не только праздник для участников войны, но и школа жизни для подрастающего поколения. Дети с удовольствием выслушивали и интересовались. Даже такие маленькие, они могли не все понимать, но впитывают в себя дух патриотизма. У нас это уже является доброй традицией. Также в предыдущих годах мы занимались поддержкой ветеранов, занимались встречей с молодежью. Организаторы о ветеранах вспоминают не только по праздникам. Адресную помощь, а это уборка дома и покупка продуктов, планируют оказывать в течение года. Анна Глебова, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Мы продолжаем цикл интервью, посвященный Дню Победы. На этот раз наш корреспондент Эдуард Раткевич отправился в гости к ветерану Клавдии Чередниченко. Ее призвали в первые дни войны в войска связи. Клавдия Максимовна участвовала в битве на Курской дуге. Впрочем, лучше она сама расскажет о том трудном и героическом времени. Здравствуйте, я Эдуард Раткевич. Мы продолжаем цикл программ, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Чередниченко Клавдии Максимовны. Клавдия Максимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Клавдия Максимовна, скажите, пожалуйста, с чего для вас началась война и где вы в это время были? Я бывшая москвичка. Война меня застала. До войны я жила в Москве. Я училась в школе, шефами которыми была наша фабрика Родфронт. И работала я в одном военном учреждении, наркомат боеприпасов. Наркомат боеприпасов. Это сейчас министерство, а тогда были наркоматы. Это было очень солидное учреждение, которое готовило вооружение для армии. Когда началась война, мы сразу почувствовали, потому что буквально с первых дней нас начали бомбить. И 11 июля 1941 года нас вызвали в Куйбышевский рай военкомат города Москвы и предложили, поскольку вы работаете в таком учреждении, вы люди проверенные, вы должны добровольцами пойти в альмию. Нас было 11 человек. На следующий день нас забрали. Мы приехали в Болочаевские казармы. Там формировался 65-й отдельный полк связи. Он готовил связистов. Там мы пробыли несколько дней. Началась бомбежка. Началась бомбежка и нас вывезли оттуда в Измайловский парк. Там нас готовили. Там нас готовили. Мы все, что могли. Проводили курсы. Курсы, да. Там работали с нами, проводили курсы, военную подготовку. В общем, все то, что надо было для армии. И так мы, значит, в Измайловском парке мы были до 20 августа 41-го года. 20 августа 41-го года мы выехали на фронт. Это был Брянский фронт. То, что мы войну, мы немножко чувствовали уже в Москве, поскольку нас бомбили. И с первых дней мы бегали, прятались в метро. Но то, что мы увидели в Брянске, подъезжая к Брянску, это было что-то ужасное. Брянск был весь в огне. Он был весь, просреливался. Это было ужасно. Это было страшно. Но нам, прежде чем проехать Брянские леса, нам надо было проехать через мост. Мост тоже без конца просреливался. И все-таки мы к вечеру, к вечеру мы как-то могли проскочить через него и были в Брянских лесах. Август месяц, это уже было ближе, почти уже первое начало августа. Там уже погода в это время, она другая немножко была. Прохладно, шли дожди. И вот нас расположили в палатках. Жили мы в палатках. Первый день, в первый день ночью меня поставили дежурить часовым. Какие войска, простите, я вас перебью, какие войска были? Вы войска связи с тобой? Да, 65-й отдельный полк связи. Командующий был в то время Ерёвенко. Вот, поставили меня дежурить. Ну, стою я среди леса с винтовкой. Стрелять, конечно, мы толком еще не умели и боялись этой винтовки. Вдруг слышу шаги, идут шаги. Стой, кто идет. Молчат. Стой, кто идет, стрелять буду. Молчат. Я тогда третий раз кричу, стой, кто идет, стрелять буду. Тогда подходят ко мне дежурные. Да, мне отвечают, дежурные и разводящие. Я говорю, дежурный ко мне, разводящий на месте. Ну, и дежурный подошел, фонариком осветил себя. Я поняла, что это наш человек, потому что в то время было уже очень опасно, поскольку здесь, в Брянских лесах, находился Брянский фронт, штаб Брянского фронта. И потом на утро, на утро мне объявили первую благодарность. Во время сражения под Москвой мы находились, наш штаб находился, не штаб, наша связь находилась в домике Льва Толстого. Льва Толстого. Как только освободили Москву, мы были, конечно, все в таком ожидании, в таком волнении. Вы понимаете, решалась судьба страны. Но когда освободили, мы вошли в Москву, это было что-то ужасное. Кремль был весь завешен этими дирижаблями. Дирижаблями. Москва была серая. Так, два дня мы пробыли в Москве. Зрелище было ужасное. Было очень много немецких пленных, которые выглядели ужасно. Они были замотаны, было очень холодно. Помогли нам в этом еще хорошо наши московские морозы. Они были накинуты одеялами. Ноги были замотаны нашей соломой. Зрелище было ужасное. Клавдия Максимовна, я знаю, что вы участник Курской битвы. Расскажите, как вы попали туда и, может быть, какой-то фрагмент из этого. Вы знаете, это все одно и то же. После Москвы мы начали называться уже не Брянский фронт, а Калининский. Поэтому мы шли по Калининскому направлению. И к маю месяце мы были недалеко от Прохоровки. Недалеко от Прохоровки, где было знаменитое Курское сражение. И как-то сидим мы вечером. Наша связь была расположена в одном домике. Мы сидим ночью. Это было ночью. И вдруг, вы знаете, с грохотом открывается дверь и врываются 24 генерала. 24 генерала, это все были люди очень высоких, очень высокого ранга. Очень, в основном, это были командующие бронетанковых войск. И тут, вы знаете, тут такое началось. Разведка немецкая не дремала. Они все это видели, что такие люди сюда прилетели. И начали бомбить, бомбить, стрелять. Стреляли, бомбили. Вы знаете, я не знаю, что там было. Это было что-то ужасное. Мы думали, что мысль от этого никто не уйдет. Ну, потом к рассвету, ближе к рассвету, немножко стало что-то проясняться. Они там разговаривали, очень много разговаривали. Но все это было зашифровано. Мы ничего не понимали. И вот ко мне подходит член военного совета Калининского фронта Сусайков Иван Захарович. Это были все люди очень высоких рангов с большими-большими звездами. Он говорит, деточка, садись за аппарат. Я села за аппарат. Это я была самая первая свидетель всего вот этого наступления. Это я вам совершенно откровенно честно скажу. Я села за аппарат. Он говорит, деточка, вызывай ставку. А ставка была, это был Сталин. Сталин. Что вы в этот момент почувствовали? Я, вы знаете, конечно, почувствовала беспокойство. Но в то же время и уверенность. И мне надо было провести это хорошо и грамотно. Я села. Он рядом со мной сел. Он начал с ним вести переговоры. Но переговоры были все засекреченные. Все были кодовые. Я ничего в этом не понимала. Я вам честно скажу, я ничего в этом не понимала. Вот. И так мы закончили эти переговоры. Переговоры. Он меня поблагодарил. Деточка, спасибо. Спасибо за это. Здесь будет очень и очень большая битва. Это было в мае месяце. И 24 июня. Июня началось там такое. Мы сидели, мы дежурили на узле связи. Связь ходила вот так вот, вы знаете, дрожало все. Там танки шли лоб в лоб. Это было страшное зрелище. Клавдия Максимовна, скажите, пожалуйста, какой-то, может быть, яркий для вас запоминающийся момент в эту Великую Отечественную войну. Понятно, что было много смертей, но, может быть, что-то положительное, что вы запомнили за эти годы? Вы знаете, то, что я видела, очень много хороших людей, это действительно были русские патриоты, которые были целиком полностью преданы своей родине. Они настолько любили Россию. Вы знаете, сейчас все это трудно понять, конечно. Скажите, пожалуйста, есть ли ваши боевые товарищи, с кем вы, может быть, до сих пор общаетесь? Живы ли они? Муж был полковник, он прошел три войны. Финскую, перед этим финскую, отечественную и японскую. Японскую. Вот, теперь мы вернулись в 1947 году, его направили сюда, в Ростов. Он был полковник, начальник штаба 106-го полка связи. Потом, после демобилизации, он был, работал, проработал 20 лет в обловой инкомате. Его многие, конечно, знали, очень многие знали. Скажите, пожалуйста, вот послевоенное время, как для вас закончилась война, где вы в этот момент были, как попали именно, что вас связало с Ростовом? Понятно, что муж приехал сюда и мы с ним. Да. Закончилась Курская битва, наступила такая тишина после этого, что, вы знаете, было даже как-то страшно. И мы с девочками, мы с девочками вышли на лавочке, сидим на лавочке. И вдруг проходят два офицера, красивых, очень красивых офицера. А девчонки говорят, вон, говорит, новый начальник штаба и новый начальник батальона. Вот. Я так глянула, и чего-то, вы знаете, у меня что-то ёкнуло как-то, думаю, фух, сколько, господи, сколько было этих военных и всё. И на этом всё закончилось. А потом, когда уже заканчивалась война, меня, как работника, который работал когда-то с документами, пригласили в штаб работать, поработать. И я увидела там вот этого человека, от которого когда-то у меня ёкнуло. Он был начальник штаба. Вот. Ну, и здесь мы познакомились. Здесь мы познакомились, замуж, поженились мы только, когда закончилось, он, я уехала в Москву, он уехал на Японскую войну. И в 47-м году он прислал мне вызов, тогда было всё по вызову, всё было очень секретно. Я поехала туда, он прислал ординарца своего, и поехал туда, и там мы поженились. Там мы поженились. Потом, после окончания этой войны, мы приехали сюда, в Ростов. Его назначили начальником штаба полка связи, 106-го полка связи. А я работала вначале в Горфе на теле. И при одном выходном дне нам надо было отработать 130 часов по восстановлению Ростова, потому что Ростов был полностью разрушен. Ростова не было, центра совершенно не было. Мы восстанавливали набережную и парк культуры Горького. После этого, значит, были у нас, появились дети, двое детей. Я 15 лет отработала в областполкоме, в областполкоме, и вышла оттуда на пенсию. Вскоре умер муж. Вот на этом заканчивает вся история. От лица телеканала нашего я хочу вас поздравить с наступающим 9 мая, пожелать вам долгих лет жизни и здоровья. Донские студенты соревнуются в творческом поединке. Более полутора тысяч человек представили 200 ярких номеров на региональном этапе студенческой весны 2015. Подробности в сюжете. Более 1500 донских студентов, больше 200 разноплановых номеров. На сцене ТЮЗа проходит областной этап российской студенческой весны 2015. Организаторы говорят, что участие в подобных мероприятиях помогает молодым людям стать еще более общительными. Суд весна – это школа жизни. Умение работать в команде, умение доказывать свое мнение, убеждать других друзей, что ваше решение, ваше предложение главное и самое лучшее в данной ситуации. Это не просто самодеятельность, это действительно вышкаливание человеческой личности. Георгий – студент 4-го курса Южного федерального университета, участник театра «МОД» с того света. Готовился со своей группой более двух месяцев. Костюмы шили на заказ, черепа изготавливали из папье-маше. Георгий рассказывает, что вся подготовка и тренировки прошли не зря. Это дает какой-то творческий выход, помогает облегчить учебу на тяжелом факультете. Мехмат – тяжелый факультет, нужен какой-то творческий выход. Дарья – постановщик театра «МОД» с того света, оценила выступление на «Отлично». Третий год мы являемся лидерами на областном этапе и, надеюсь, в этом году мы и подведем, и тоже станем лидерами. Команда студентов из новочеркасского филиала Донского государственного аграрного университета готовилась к студвесне около трех месяцев. Каждый день они осваивали новые танцевальные движения. Признаются, было тяжело. В нашем коллективе более 15 человек. В данном мероприятии участвовал человек 14. Выступали мы с цыганским номером, с современной хореографией, органавтой и джаз-фанг. Команда из Ринха представляла на суд зрителей номер о Великой Отечественной войне. В год празднования 70-летия Победы о другой тематике даже и не думали. Мы представляем весь быт. Например, тот же у нас отряд из солдат продвигался там. И вдруг была встреча с бригадой. Ну, это как бы резервная бригада. И на нас напали немцы, и мы с ними защищались. Этот номер мы решили подготовить, так как отдать дань чести и памяти ветеранам. Самые лучшие областные команды отправятся на финал Всероссийской весны, которая пройдет во Владивостоке. Влада Жердева, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо. На этом у меня все. Напомню, все выпуски новостей есть на нашем портале rostovlife.ru. А я с вами прощаюсь и желаю только хороших вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова